В зале представители, как ее часто называют, самой мирной из всех профессий – строители, архитекторы, подрядчики, инженеры, рабочие. Сегодня они принимали поздравления от руководства города. Отличившиеся представители отрасли получили благодарственные письма за труд на благо города. Ведь во многом благодаря усилиям строителей Сочи стал одним из самых красивых курортов мира. Это город, в котором комфортно не только отдыхать, но и жить. И естественно, что город не может стареть. И, наверное, мы совершенно не остановим строительство жилья. Но точечного жилья точно не будет. И тому, чтобы сегодня строить, нужно идти по пути, который мы уже пошли. Это создание проекта планировки территории. За последние годы, наряду со строительством олимпийских объектов, у нас активизировалась работа по строительству социальных объектов. Социальных объектов действительно построено за последние годы очень много – больницы, школы, спортивные площадки, детские сады. Так, например, 1 сентября откроется школа и детсад в Верхней Беранде. Строится детский сад и в ЛАО, а также в Совет Кваджи. В этом году будет сдан блок для начальной школы на 400 мест на территории школы номер 100 в Адлере. Кстати, доверяют такое строительство только самым ответственным компаниям, на счету которых ни один соцобъект. Для строителей, каждое строительство – это очень ответственно. Потому что, если мы что-то строим, в первую очередь мы думаем, что там будут люди, дети, пожили. Тем более, сейчас у нас школа. Это начальная школа до четвертого класса. Продолжается и строительство новых квартир для переселенцев из Ветхого фонда. Заветные квадратные метры по итогам нескольких лет получили около тысячи сочинцев. Дома строятся самого высокого качества, а это значит послужат не одному поколению сочинцев. Весь объем полностью за три года выполнена именно нашей компанией. Сейчас мы приступаем к строительству детского сада. И в процессе мы выделяли квартиры ветеранам Великой Отечественной войны. Также большое внимание в Сочи продолжают уделять объектам спортивной инфраструктуры, ремонту дорог, строительству новых детских площадок, газоснабжению и прокладке ливневых коммуникаций. Ну а что касается соцобъектов, то темпы город не намерен сбавлять. На следующий год запланировано строительство еще четырех школ и стольких же детских садов.